Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию две короткие мистические истории Шепот в темноте и за дверью. Шепот в темноте Однажды в темном лесу, где звуки были приглушенными и тени выглядели как обманчивые образы, Жил молодой человек, которого звали Дэвид. Он был одинок и страшно боялся темноты, Но не мог уйти от своих мыслей и боязни. Ему казалось, что в лесу есть что-то зловещее, Что следит за ним и пытается затаиться в тени. Однажды, когда Дэвид шел по лесу, он услышал загадочный звук, который внезапно его остановил. Это было что-то необычное, как будто кто-то или что-то поджидало его в темноте. Он пытался убежать, но оказалось, что он потерял свой путь и оказался в самой глуше леса. Звук становился громче и более убедительным, а Дэвид понял, что он находится в ловушке. Он стал идти быстрее, пытаясь выбраться из темного леса, но звук был все еще рядом с ним. Он понимал, что должен найти выход, пока не стало слишком поздно. Он услышал странный шепот, и ему показалось, что что-то или кто-то следит за ним, но когда он обернулся, никого не было видно. Вскоре Дэвид остановился и посмотрел вокруг, но увидел только тьму. Он был сильно напуган и чувствовал, что кто-то или что-то пытается войти в его сознание. Что-то шептало ему в голове, его мысли начали расплываться, и он понимал, что скоро может потерять сознание. Когда он открыл глаза, он увидел, что оказался на земле. Вокруг него были только тени и тишина. Он понимал, что произошло что-то ужасное, и что он находится в самом сердце темного леса, где никто не сможет услышать его крики. Дэвид встал потихоньку и начал идти, не зная, куда он направляется. Вскоре он увидел тень, которая выглядела как человек, и он понял, что это его конец. Но внезапно тень исчезла, а в голове он услышал знакомый шепот, а вернее голос очень тихий, который сказал ему, что он уже победил наконец свои страхи. За дверью Она всегда была любопытной, и тайная дверь в ее доме вызывала в ней особый интерес. Она не могла оторваться от мысли о том, что находится за ней. Вечером, когда вся семья ушла спать, она решила смело открыть дверь и пойти на исследование. За дверью она обнаружила лестницу, которая вела вниз, в подвал. Она спустилась по ней и увидела темную комнату. Но что-то было не так. Воздух был насыщен запахом гнили и разложения, а из глубины комнаты доносилось странное шуршание. Она прислушалась и услышала тихие шаги. Она начала тихонько приближаться к звуку, и тогда она увидела его. Темную фигуру в углу комнаты, которая смотрела прямо на нее. Она застыла в ужасе, не зная, что делать. Тогда она услышала голос, который позвал ее по имени. Голос был сильно искажен и звучал очень неестественно. Она повернулась, чтобы убежать, но дверь оказалась закрытой. Она оглянулась назад, и темная фигура уже была на расстоянии вытянутой руки. Теперь она понимала, что она не одна в этом темном и мрачном месте. Она пыталась выйти, но дверь не поддавалась. Тогда она услышала, как щелкнул замок за ее спиной. Она поняла, что она останется здесь, навечно в темноте. Так и не узнав, что находится за этой тайной дверью, она стала ее жертвой. Ее исчезновение стало загадкой для всей семьи, которая так и не узнала, что произошло с ее телом. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях. Нравятся ли вам мистические истории? Если нравится, то мы будем продолжать эту рубрику с большим удовольствием, так как у нас есть огромное количество интересного материала. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, успехов всегда и во всем. Ангела-хранителя, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok